Всем ДВС, народ, меня зовут Сергей Лав и сегодня я хотел бы поговорить о системе шмота в Genshin Impact, а конкретно сравнить её с системой шмота в Epic 7 и поговорить, почему в Epic 7, ну точнее, почему Epic 7 всё ещё лучшая гача игра, да, а вот Genshin Impact это какая-то дешманская подделка, которая, ну вот, абсолютно не работает, хотя вроде бы всё то же самое. Посмотри поверхностно и будут выглядеть системы шмота максимально одинаково, ну вроде как и там у тебя есть разные сеты, и там разных персонажей можно одевать по-разному, и там тебе нужно ролить main stat, substat, и там тебе нужно как-то это забалансить, и там на разных ролях вроде как можно одеться по-разному и так далее и тому подобное, но это лишь поверхностный взгляд, да, который вот ты просто посмотрел в общих чертах, ярлыки вот эти, да, и такой, о, то же самое. А начни разбираться и поймёшь, что насколько хорошо всё реализовано в Epic 7, например, настолько же плохо оно сделано в Genshin Impact, и вообще Genshin Impact это эталонный пример того, как игра не работает в принципе. Здесь вот какие-то есть элементы из множества других игр, но эти элементы абсолютно между собой адекватно не взаимодействуют, никак не реагируют, да, и не образуют нормальную полноценную какую-то экс-систему, да, где всё находилось бы на своих местах. Вроде бы шмот есть, вроде бы какие-то там мобы есть, какой-то мир есть, и это всё само по себе, в то время как в Epic 7 на самом деле все её элементы грамотно взаимодействуют между собой, и то есть вот я не буду пересказывать, естественно, все свои многочасовые ролики, почему Epic 7 это лучшие гачи на данный момент, да, то есть если вас это интересует, вы можете посмотреть, если у вас есть гениальное альтернативное мнение, то это ваши проблемы. Вот, но о нём мы будем говорить в любом случае много, потому что иначе будет невозможно объяснить. Вот, я не уверен, что у меня получится хорошо, чётко, грамотно всё донести до вас, но рекомендую потратить силы свои не на то, чтобы доказывать мне, почему я не прав, а на то, чтобы понять, почему я прав. Это будет, скорее всего, там, в 99% полезнее. Вот. На самом деле, с учётом того, что у меня плохое зачастую самочувствие, память, а нет, очень тяжело формулировать какие-то такие глобальные вещи, а потом ещё их запоминать, а потом ещё как-то подбирать слова, чтобы это объясниться, и, в общем, это совсем гиблое дело. Самочувствие просто отвратительно. Вот. Давайте начнём с каких-то явных отличий, да, с каких-то конкретных отличий, которые вот, ну, будут на кончиках пальцев, так скажем, находиться, потому что, на самом деле, вот, когда я начал играть в эти две игры, да, ну, точнее, в одну после второй, я сразу почувствовал, что что-то не то. Да, то есть, вот, оно похоже, да, максимально вроде бы всё похоже, но не вызывает каких-то ощущений, и чувствуется, что оно какое-то убогое, откровенно, то есть, вот, вот, как будто я играл в хороший пример, да, а сейчас, вот, в имитацию. Но почему он толком не мог это вот как раз-таки сформулировать, потребовалось время. Вот. Поэтому давайте разбираться, что же именно приводит к этому ощущению, которое ты даже не можешь понять, но причина у этого есть, на самом деле. И даже, возможно, я какие-то причины не озвучу или забуду, это тоже вариант. Так вот, давайте начнём с одного ощутимого различия, и очень спорного даже, я бы даже сказал. В Epic Seven вы не можете бесплатно переодевать шмот. Ну, то есть, вы одели на персонажа шмотки, и чтобы снять, должны заплатить голдой. В Genshin Impact всё переодевается абсолютно бесплатно, да, в любое время, сколько хочешь, то есть, одел, снял, вообще, без проблем. В Epic, если вы так будете делать, вы очень быстро останетесь на нуле, и, в общем-то, это проблема, потому что деньги в Epic Seven нужны, и у вас никогда, наверное, не будет ситуации, когда вы миллионер. Ну, может быть, если вы ничего не делаете, да, не производите новый шмот, не пытаетесь что-то улучшить и так далее. Понятное дело, что если вы не тратите деньги, они у вас будут копиться, но если вы активно пытаетесь улучшать свою команду, каждый, там, лишний тыщенка будет на счету, а уж тем более, там, по-моему, за одну шмотку 50, что ли, тысяч нужно отдать. А если переодеть, там, всего персонажа, это уже, там, поллям практически, или сколько, там, 350, что ли, тысяч нужно махнуть. А если вы просто хотите, вот, есть у вас два персонажа на одном шмот и на другом шмот, и вы хотите местами поменять, это уже 700 кесов вы просто отсыпьте за нифига, можно сказать. То есть, да, есть бесплатные недели для переодевания, есть по ивенту вам выдают билетик. Ну, то есть, в этом моменте послабиление произошло определенное, да, то есть, раз, там, сколько он, три недели, вам дает дополнительный билетик, который вы можете использовать, когда вам это прям надо. Соответственно, у вас персонажи заблокированы со шмотом, вы их не переодеваете прям постоянно, ну, может быть, супердонатеры так делают, но по-обычному вы привязываете шмот персонажа и держите его, там, вот, как раз-таки периода бесплатного переодевания. Он бывает, там, по-моему, в выходные каждые третьи недели в месяц, то есть, раз в месяц, ну, и под какие-то крупные ивенты такое тоже могут завести. Ну, считайте, пару раз в месяц у вас есть возможность сменить шмот. Бесплатно, все остальное время вы его держите, ну, или прям в совсем критических ситуациях перекидывать, когда это прям вот надо, прям сейчас, и, там, может быть, одну шмоточку или две. В Genshin'е все бесплатно. И я считаю, это плохо, потому что Epic 7, на самом деле, очень часто говнят за это, да, за то, что шмот нельзя переодевать, когда хочешь, это ко-ко-ко, это плохо, это неудобно. Я, опять же, в свое время подробно изжевывал, почему, на самом деле, это часть экс-системы игры, и почему это хорошо. Почему, если это убрать, на самом деле, все вообще превратится в кашу. Но люди этого не понимают. Ввиду, естественно, своей примитивности и тупости, здесь стоит сделать небольшое отступление. Почему так, и почему, на самом деле, вот, неудобная система, на самом деле, является правильной. Прикол в том, что, в общем-то, человек всегда стремится к комфорту, да, я говорю даже не про игры, а вообще в принципе. Это его естественное желание, да. А когда находится человек в зоне комфорта, ему двигаться, в общем-то, никуда и не хочется. Ну, а зачем напрягаться, согласитесь? Поэтому, если игроки находятся в зоне комфорта, они, в общем-то, не будут шевелить пальцами, просто будут сидеть бездельно. Соответственно, лучшей мотивацией к каким-то действиям выступает дискомфорт игрока. На самом деле, это максимально наглядно можно понять, например, по каким-нибудь батлграундам. Да, жанр совершенно другой, но, я думаю, мысли вы поймете. То есть, вы начинаете без оружия, без нифига. Это ваша зона дискомфорта. Комфорт — это затариться броней, суперпушками, там, прицелами, гранатами. И как можно лучше, быстрее получить преимущественно другими игроками и выжить. Да, это комфорт, к которому вы стремитесь. Опять же, у вас есть большая карта, по которой вы можете бегать, но она сужается. Соответственно, вам нужно двигаться туда, куда вас ведут. Опять же, это дискомфорт, который вам нужно преодолевать. Но никто на это не жалуется, потому что это, как бы, самая очевидная вещь, что в этом, как бы, и заключается игра. А вот в шмоте Epic 7 на системе это неочевидная вещь, что этот дискомфорт является мотивацией к поступкам. Да, и это игровая механика, которую нужно обыгрывать. Думать о менеджменте и так далее. Это не так очевидно. Поэтому те, кто не вникает в суть, как это проявляется на игру, что это значит и какие глубоко идущие последствия оно, на самом деле, имеет, те просто говнят игру за то, что О, Ко-Ко-Ко, некомфортно, хочу шмот каждую секунду переодевать. Но вот наглядный пример, почему это полное говно, это Genshin Impact. Почему? Потому что, смотри-то, ввиду ограничения переодевания шмота в Epic 7 вам нужно одеть много персонажей. Но это еще по другим причинам. Мы сейчас к этому тоже подойдем. В любом случае, условно говоря, вот вам в Epic нужно, там, 20, может быть, 30 даже одетых персонажей. Одетых одновременно, потому что... Вам нужно и сюда сходить, в этот контент, в другой контент. И шмот его перекинуть между этими персонажами не может. Да, просто вот собрать, там, 3 комплекта шмота крутого, ну, ладно, там, 4-5 комплектов, и такой, о, пошел, там, в башню, кинул на тех персонажей, которые в башне играют шмот, пошел, там, в Abyss, вкинул тот же самый шмот на других персонажей, пошел, там, в Hell Raid, накинул персонажей, которые в Hell Raid играют, причем, одну пати, там, на одного босса, один, тот же самый шмот одел, потом раз, другую пати собрал для другого босса, опять тот же самый шмот кинул, и так далее, и так далее. То есть, серьезно, вся игра закончилась бы от того, что вы собрали, там, 5 комплектов шмота, и, как бы, больше вам ничего не надо. Дальше просто, вот, дрочил его с перекидыванием шмота туда-сюда. В Геншине, как раз-таки, так оно и выглядит. Вам не нужно одеваться большой ростер персонажей, потому что, зачем, почему? Вы используете 4 персонажа, ну, ладно, в башне, там, 8, по факту одеваете только 2, ну, ладно, там, чуть побольше, но, на самом деле, саппорта не так требовательна к одеванию. Вот. Соответственно, вы одеваете, ну, пару дамагеров, и дальше все, что у вас остается, ну, это пытаться нафармить тот же самый шмот, только лучше. Как только вы это сделали, ухудшенную версию шмота можно сразу выкидывать, потому что, ну, вы же не оденете 2 комплекта на одного персонажа, а одевать одновременно 2 персонажей бессмысленно, потому что, ну, вы играете все равно одним, да, у вас вот есть мейн-дамагер, и спрашивается, зачем мне нужно 2, там, 3 сета на мейн-дамагера. Просто это бессмысленно. Да, окей, можно, там, собрать пати с 2 мейн-дамагерами, или, там, 2 пати по 2 мейн-дамагера в башне, ну, это, так сказать, притянуто за уши, как вы понимаете, и придумывать высосанные из пальца кейсы какие-то абсолютно бессмысленно. Вот. Поэтому вы не храните большой такой прям огроменный пул шмота, ну, на самом деле, храните, потому что, ладно, разные персонажи одеваются разными сетами, и вот это все. Но, по сути дела, синонимичный сет и шмот вы особо не храните, да, там, какой-нибудь, вот, там, на, там, какой-нибудь электродэмэдж, там, на атаку гладиаторную электродэмэдж. Ну, собрали вы, там, 2 таких сета, и все, и вам его за глаза будет. Скорее всего. И если выпадает лучшая шмотка, вы просто, вот, из 3 худшую выкидываете. Что в корне отличается от того, как вы менеджмите шмот в Epic 7, потому что даже абсолютно одинаковых, там, нагрудников, вот, там, с Hell Raid, ну, ладно, давайте, не нагрудники, хотя, ладно, пофиг, с обычного рейда, нагрудники, которые там покупаются, у меня их там штук 7, по-моему, куплено, и я бы купил еще, на самом деле, пяток, потому что это хорошие такие крепенькие нагрудники для не самого Endgame True игрока. Они дают все, что надо, и все, что не надо, на самом деле, тоже. И очень сильно зависит, куда они еще заточатся, но к этому мы еще, наверное, тоже подойдем. Вот, почему? Потому что шмотка может заточиться сильно по-разному, да, там, уйти сильно, там, в деф, или уйти в хп, уйти в скорость, и уйти в крит шамшансы, есть 4 стата, вот. На самом деле, как правило, она просто размажется, все эти проки, да, но некоторые, то есть, вот ты 10 шмоток купил, там, у 8 проки размазались, они просто средние такие получились, да, и хп, и скорость, и там крит шанс. А две там ушли в крайности, одна там ушла сильно в крит шанс, а другая сильно в хп. И, соответственно, вот эти две шмотки, они уже более специализированы. Одна прям хороша для дамагера будет, а другая будет хороша для танка. И причем даже абсолютно синемичные шмотки ты не начинаешь выкидывать, типа, о, у меня такая шмотка уже есть, на кой лят она мне. Почему? Потому что тебе нужно больше персонажей одеть, и они должны быть одеты одновременно. Да, и поэтому ты такая, ага, вот это я дам вот этому персонажу, точно такую же шмотку я дам вот тому персонажу, и еще одну точно такую шмотку я дам третьему, пятому, десятому, потому что всем какой-то шмот да нужен. И это приводит к тому, что вам нужно больше шмота, а это значит, что его гораздо сложнее и в том числе и интереснее менеджментить. Потому что вы именно что начинаете думать, с какого персонажа чем одеть? Получше, похуже, и так далее, и тому подобное. Да, подо что именно вы его хотите одеть? Здесь мы подходим, на самом деле, к следующему аргументу, почему в Epic 7 все работает отлично, а в Genshin Impact через жопу. А точнее, не работает вообще. Это именно контент, который позволяет раскрываться персонажам и системе шмота. Как я же сказал, вот нельзя в Epic 7 сказать, что ага, вот эта игра лучше, потому что вот это. Нужно смотреться на сумму элементов и как они между собой взаимодействуют, чтобы понять, почему это действительно лучший вариант. Вот. И система шмота, про нее можно очень много в Epic рассказывать, но она была бы абсолютно бессмысленной, если бы не было контента, который бы требовал, собственно, одевать персонажей. Если бы везде вы проходите, там, двумя патиями, вообще все на свете, да, ну, спрашивается, и че? Это было бы так же уныло, как вот в Genshin Impact, да, именно потому, что вы собрали, там, одну пати, практически, там, две, и все и проходит. Если персонаж какого-то меняется, вы просто перекидываете шмот, тот же самый, в общем-то, на него, и ничего не поменялось абсолютно для вас, да. Ну ладно, вернемся к контенту. В Epic очень много разных направлений, куда вам нужны персонажи. Боссы разные. То есть, на самом деле, вот, если говорить за Genshin, я все данжи прохожу, вон, байдой. Ну, есть там данжи неприятные для байды, есть более приятные. Ну, по факту дела, вообще наплевать, да. Просто что-то проходится медленнее, что-то проходится быстрее. О, какая ощутимая разница, согласитесь. Все, можно на это забить, и дальше так и игра. Да, можно собрать специализируемые, более специализированные пати под какие-то данжи и персонажи. Но это все будет выглядеть именно, что, ну, либо нужно шмот перекидывать, либо реально нужно фармить будет шмот на всех персонажей, чтобы этим драчилом не заниматься, но это в корне будет в итоге невыгодно. Да, потому что спрашивается, ну, какой смысл мне идти в худшем шмоте в данж, если я могу прямо сейчас это перекинуть и получить там цифры больше, ну, там, на треть, например. И это все рутинно и уныло, да, потому что элементы не связаны между собой качественно. Нет дополнительного ограничения, которое бы давало четкое понимание, что да, мне нужно фармить этот шмот. Есть вот именно что, необходимость микроменеджмента, микрокликов вот этих переодеваний, туда-сюда унылых, и только ради этого собирать шмот, ну, такое себе. Так вот, для нас все-таки контент. В эпике такая тема не прокатит. Вы не можете собрать там полторы пати, которые у вас закроют вообще весь контент еще и наслаждаться жизнью. Сколько? Сейчас уже пять разных боссов, и под всех боссов нужны разные пати. Виверна — это одна пати с одной стихией, Банеш — это другая пати с другими стихиями, Азимонак — третья и так далее, и тому подобное. Да, есть персонажи, которые могут использоваться и там, и там. Например, есть персонажи, которые вот, они вот замечательны только в рамках одного контента и больше нигде. Да, там, например, Луна на Огненной Экспедиции. Персонаж для лимитки полный трэш, надо думать, худшая лимитка сейчас. Но вот в Огненной Экспедиции она там просто звезда. Есть, конечно, аналоги, да, есть чем ее заменить. Но в целом, если у вас она есть, вы хотите ее туда собрать, оно там вот... Это вот единственное место, где она может засиять. Вот, и ты собираешь ее вот чисто под конкретную ситуацию. Напоминаю, что шмот у вас завязан на персонажи. И это, опять же, вас приводит к тому, что вам нужно менеджментить персонажей и думать, кого вам одевать. Да, то есть вы не просто ноу-брейн закидываете шмотки на героев, да, пошли, поиграли, надоело, выкинули. Персонажей, которые вы хотите одеть, всегда гораздо больше, чем шмота. Ну, очевидно. Потому что, опять же, планка ваших требований постоянно растет, да, и сегодня вам хватает таких статов, а через полгода для вас это мусор, потому что, ну, это не работает. Да, вам уже нужно что-то более жесткое. И поэтому тот шмот, который вы котируете сегодня, может превратиться в тыкву завтра. Поэтому, ну, вы поняли, да, нужно всегда думать, кого одеть, чем одеть, и у вас сможет валяться шмот, который раньше вам казался вот хороший, а сейчас вы такой смотрите, и даже никому не хочется отдавать, потому что это бессмысленно, это не поможет никому. Вот. Поэтому вы всегда думаете, стоит ли вам одеть узкоспециализированного персонажа, который вот в одном месте будет себя хорошо показывать, вот он у вас есть, да, и он вас там хорошо покажет, вот там, огненная экспедиция. Или же вам лучше собрать кого-то похуже, чем этот персонаж, но который будет мультизадачный. Например, можно собрать Лулуку на экспедицию на огненную, как дамагера, и она, в принципе, выдаст свой урон, которого вам будет хвататься более чем. При этом она сработает еще и на темной экспедиции, а на самом деле она еще сработает и на Зимонаке, на бойсе, то есть она аж в трех местах будет работать. И, соответственно, у вас выбор собирать персонажа, вот, для одной точки или для трех точек. Понимаете? И это уже в сумме начинает работать гораздо интереснее. Да, вот, серьезно, ты всегда думаешь, что и как одеть, кого, для чего, зачем, почему. Хочу ли я продолжать держать? То есть, опять же, это приводит нас впоследствии как раз-таки вот к этим вопросам. Хочу ли я продолжать держать вот этого персонажа одетым? Да, то есть вот я его использовал, использовал, но вот его шмот бы отдать кому-то другому, да, мультизадачному, или более актуальному, вот, мне сейчас. Но если я этого персонажа раздену, кого я поставлю на его роль? Да, кого я буду одевать? Могу ли я его роль заменить кем-то, кто у меня уже есть одетый? Или, может быть, опять же, как-то совместить? Ты всегда об этом думаешь, да, где, как, кого переодеть? Как все это совместить, чтобы получить максимальную выгоду? Да, потому что шмот ограничен в количестве, персонажей много, контента тоже много разного. И это еще я не говорю о том, что потом ты приходишь в ПВП, где мета постоянно двигается, тебе нужно постоянно шевелиться. Есть РТА, это тоже отдельная вселенная, там своя мета, свои тир-листы. И туда нужно, опять же, персонажей тоже одевать, адаптировать и так далее. И у тебя может быть персонаж, который вот был замечательный, он вроде как и в ПВЕ, и в ПВП, из ПВП он выпал, и он у тебя остался зажатый только в ПВЕ. И ты думаешь, хочу ли я продолжать держать этого персонажа чисто под ПВЕ, если я могу одеть кого-то другого, который, опять же, может сработать и в ПВП, и в ПВЕ, но в ПВЕ где-то в другом месте. А раз он сработает где-то в другом месте, а у меня та роль уже занята, я эту роль могу освободить, тот шмот отдать кому-то другому, кого-то другому заменить вот на текущей роли персонажа, которого я собираюсь раздеть. И вот там начинается вот этот вот решавл шмота. Да, ты такой, ага, шторм, да, мозговой шторм. Штурм, точнее, почему шторм? Ну и шторм тоже. Да, и за это тоже можно говнить Epic Seven, и надо понимать, что это вот не особо казуал-френдли, и вообще Epic Seven нельзя назвать казуал-френдли игрой, почему, собственно, хлебушки и даунищи заливают его говном и уходят из игры, потому что, ну, это вот нужно думать, так скажем, это вот постоянно нужно в голове это все держаться, как-то от этого отыгрываться, в общем, это сложно вырубая, и когда ты тупой, тебя это дичайше напрягает, да, тебя это, наоборот, отталкивает, а когда ты не тупой, наоборот, это вызывает у тебя экстаз, потому что тут прям полноценный такой геймплей, который у тебя там целая вселенная в голове начинает разворачиваться, когда ты все это занимаешься, да, ты вот думаешь там, все это там разные слои менеджмента, прокручиваешь так, этого сейчас сюда, этого туда, этого одену так, этого эдак. Ничего этого мы в Genshin не видим, потому что, на самом деле, здесь просто нет контент, который бы ставил нам какие-то определенные жесткие требования, да, что, ага, вот здесь нам нужно прям вот прям вообще вот не иначе как такую пати подбирать и по-другому никак, вот здесь нам другой босс требует какой-то другой пати, у нас есть три волду босса, и она проходит с одним тем же персонажем все три волду босса, причем вообще без проблем, без каких-то там штрафов и так далее, то есть вот я байдой пошел и всех трех боссов просто убивал, и соответственно, к чему это все приводит? Ну, я просто собираю вот байду максимум шмотом, да, я собрал какой-то там такой мега шмот, который ваншотает босса, например, да, супер-мега шмот, ну, я пошел, просто всех трех боссов ваншотнул и как бы до свидания. Класс, да, это совсем прям то же самое, согласитесь, относительно того, что я только что писал про Epic 7, то есть необходимость одевать разных персонажей и как-то комбинировать, собирать пати определенное, это в корне отличается от того, что есть в Геншине, да, у вас как бы тоже там синергии персонажей, разные, вроде бы шмот, но по факту это не раскрывается просто из-за отсутствия контента, из-за отсутствия каких-то более жестких требований, из-за отсутствия более жесткой специализации в том или ином направлении, да, это может измениться, если в игре вдруг завезут турбо-много контента, и он будет именно узкоспециализирован, что вот здесь вам нужна там фул-пати гео-персонажи и больше никак, вот здесь вам нужна турбо-электрон и больше никак, здесь вам нужен только крио-урон и больше никак, и то, опять же, это все разобьется относительно того, что шмот можно смело и легко перекидывать, да, опять же, самые там ходовые, второй сет, это гладиатор и там еще какой-то, да, и там, как правило, именно собираешь 2 плюс 2 плюс 1, и у тебя вот эти 2 плюс, вот эти 2 куска гладиатора, они просто с персонажей на персонажа будут перекидываться по кругу, да, там, на атакующие статы, то есть вам, по сути, как я уже сказал, в основном, ты надеваете мейн-дд, будет у вас, вот крио-урон, вот вы взяли крио-дамагеры, собрали там 2 гладиатора на турбо-дэмэдж, 2 куска на крио-урон, дополнительный сет, да, пошли, где нужен электр, опять же, 2 гладиатора, 2 электра, ну и вот у вас этот гладиатор просто будет по кругу ходить и все, без ограничения на переодевание это все мало будет иметь смысла, это будет просто унылым дрочиловым, как я уже сказал, вряд ли игроки будут одевать много шимота, фармить точнину, что-то прям вот всех персонажей одеть, они, скорее всего, просто забьют на игру, потому что это просто бессмысленно, вот, но это на самом деле тоже не все, хотя уже значительная часть, после, из-за чего ты начинаешь ощущать, что да, вот мне, насколько мне интересно шматироваться в эпике, настолько же мне практически неинтересно шматироваться в геншине, но здесь стоит еще дополнительно сказать такую тему, что вот я заговорил о том, что вроде как можно разных персонажей одевать по-разному, и это тоже не ощущается хоть как-то интересно в геншине, потому что я бы разделил персонажей в геншине на два класса и один класс еще на два подкласса, смотрите, какие здесь есть классы, это очень разнообразно, это мейн дамагер и все остальные, почему? Потому что мейн дамагер собирается в дамаг, а все остальные, вот три персонажа, они могут быть вообще толком не одеты, на них может быть вообще дико насрать, они все, что делают, это включают ульт раз в 20 секунд, появляются на 2 секунды, да, чтобы его поражать, исчезают с поля боя, и дальше вы продолжаете своим мейн дамагером заливать урон, поэтому, как там и вот эти шестерки одеты у вас, может быть, люто наплевать, да, можно собирать там через два мейн дамагера, или там дамагера, плюс саб ДПС, вот, и здесь я выделил, да, вот такой подкласс, из всех остальных это саб ДПС и прям саппорты, потому что саб ДПС еще может быть тоже нужно как-то пододеть, чтобы он дэмэдж все-таки выдал какой-то, а саппорты могут быть вообще в мусоре ходить, и, на самом деле, не совсем так, но, в целом, что в корне несправедливо будет для Эпика, потому что там, ну, да, тоже приоритет на дамагеров, на танков, но одевать приходится жестко всех, и самое важное, я бы даже только сказал практически ключевой момент, нюанс, это то, что вам нужно в Эпик 7 подбирать персонажей друг под друга и шмот в том числе, потому что вот есть какой-то босс, давайте возьмем там Банша, вот я собираю пати, опять же, можно разных пати собрать на Банша, и они будут работать по-разному, есть ваншот пати, чтобы ваншот пати сработало, мне нужны определенные скиллы у персонажей, и чтобы они нажались в определенном порядке, и никак иначе, при этом у меня есть жесткие требования к статам, например, мне нужно убить первую пачку мобов определенным героем, у них 11 тысяч хп, это один скилл кастуется, и он должен убивать их всегда, если мне не хватает даже там одного хп добить, все, пати не сработает, то есть, соответственно, у меня есть определенная планка, которую я должен достигнуть, если я ее не достигаю, пати не работает вообще, окей, убил первую пати, залил ауешки, дальше идем, мне нужно наложить пробой щита на босса, у босса там 100% резиста, мне нужно, чтобы на персонаже, который делает пробой щита, было 85% эффективности, 15% там невозможно пробить, то есть, 15% всегда будет рандом, будет пробой или не будет, его никак не обойти, многим это не нравится, но я считаю, в этом тоже есть какой-то определенный свой смысл, тем не менее, 85% эффективности, если у тебя его меньше, тем больше будет шанс неудачных забегов, то есть, если у тебя будет лишь 50% эффективности на пробой, значит, у тебя каждый второй забег будет неудачный, что неприятно, согласитесь, это совершенно не то же самое, как вот в геншине, когда, ну вот, отдел я саппорта чуть-чуть поменьше дамаги, то есть, все примерно сводится просто к нанесению урона в геншине, да, здесь нет каких-то сложных мега синергии, ну то есть, есть синергии, но они опять же сводятся к тому, чтобы нанести урон, нанести побольше урона и нанести прям совсем много урона, да, то есть, ты прокастовываешься и просто это приводит к тому, что циферок больше, больше ничего это не дает, и в корне ситуацию не меняет, то есть, если у меня саппорт будет одеть чуть хуже, ну да, я нанесу там не там 20 тысяч урона с тыщки там прокастовый, бёрстовый, а там 15, и что с этого, ну убью я босса чуть дольше, единственное место, где время ограничено, башня, но башня максимально унылый контент, да, и я его вообще толком не рассматриваю, ну это, она просто не дает соизмеримых наград, и заниматься унылым дрочилом за просто так за спасибо от разработчиков, ну, спасибо не хочу, вот, опять же, в Apex 7 оно так немножко не работает, там вот именно что есть, скиллы, сетапы, комбинации, все это должно работать грамотно, да, вот ваши пальцы, это один единственный механизм, который должен работать как часы, и вы должны этот механизм затюнить грамотно, да, то есть, один персонаж должен заваншотать первых патчек у мобов, другой должен наложить пробой щита, если этого не произойдет, вот эти уже два фактора, все, пати работать не будет, дальше, еще, у вас 4 персонажа, ну там, можно 3 мэн пати собрать, ну, условно, 4 персонажа, дальше, третий персонаж должен сходить, и он должен нанести жестко определенное количество урона по боссу, иначе тоже все пойдет не по плану, условно говоря, мне нужно нанести где-то около 30 тысяч урона, с разбросом, ну там может быть 5 тысяч, то есть, от 28 тысяч до 33 тысяч, например, почему, потому что, если я нанесу меньше урона, я не смогу ваншотнуть босса, да, у него должно остаться там жестко, 75% хп, вот эти 75% хп, мэй дамагер сможет добить у меня одним скиллом, если хп останется там хоть на 100 больше, я босса не убью, включится механика, все, это будет поражение, потому что пати не предназначена для сражения через механику босса, она именно должна ваншотнуть, если ваншота не происходит, это автоматический проигрыш практически, да, соответственно, у меня жесткое требование, вот, от 20 тысяч урона и до 33, почему до 33, потому что, если этот персонаж нанесет там 35 тысяч урона, то у босса сразу включится механика и как бы я не смогу его ваншотнуть уже, то есть, вот рамки, которые заданы мне этому персонажу, которые я должен соблюсти, ну и дальше мэй дамагер, который тоже должен нанести урон, да, опять же, если он 100 хп не добивает, все, пати не работает, то есть, каждого персонажа нужно затюнить для своей роли, при этом они должны сходить в нужной последовательности, а соответственно, должны обладать нужным показателем скорости, потому что, очевидно, если у меня мэй дамагер будет идти раньше, до вот этого саб-дамагера, толку с этого никакого, если пробойщита будет прилетать позже, толку с этого никакого, и ты начинаешь тюнить персонажей, подбирать шмот, да, ты не просто ноу-брейн закидываешь самый лучший шмот, который у тебя есть на персонажа, ты думаешь, что же мне нужно, что я хочу добиться от конкретного персонажа в конкретной ситуации, да, то есть, например, на Виверне, опять же, у вас там может быть требование скорости определенно, да, чтобы персонажи успевали сделать нужное количество ходов, но я играю, например, на Виверне через пачку ML Пургиса, и мне вообще не нужна скорость, просто ноль скорости, и у меня такого шмота толком нету, то есть, обычно, то есть, скорость, это самый главный стат, все я эпик 7, и ты, ну, на шмот без скорости практически никогда не смотришь, а тут хлопс, мне нужна пати без скорости, ну, то есть, скорость, это просто будет, она ничего не будет делать, потому что персонажи всегда будут ускоряться до 100% Пургисом, да, это специфика этой пати конкретно, и, ну, она ничего не делает, бесполезный мусорный стат, соответственно, вместо этого стата я мог бы одеть больше, там, урона, больше чего-то еще, и улучшить эффективность пати, соответственно, и вот нужно найти шмот без скорости, но с другими показателями, и я там откопал какие-то шмотки, которые, ну, вот, казалось бы, ну, вообще нафиг не нужны никогда, нигде, и тут она вдруг, вот, конкретно в этой ситуации, в этом контенте, эта шмотка вдруг стала играть очень хорошо, у меня там есть тело, которое дает эффективность, то есть, атак сет, на атаку, на крит демедж, точнее, это замечательно, много крит демеджа, но кроме этого, она дает только чуть-чуть эффект у нас, и больше ничего, и вот, ну, какой эффективность на дамагера, опять же, хотя, опять же, каким-то дамагерам нужен эффективность, каким-то нет, эффективность это, то, наложите вы дебаф на противника или нет, есть дамагеры, которые не дебафают, им насрать этот эффективность, да, это будет пустой стат для них, который ничего не делает, а есть дамагеры, которые дебафают, и которые зависят от эффективности, да, то есть, есть брузеры, которые дебафают, то есть, опять же, Кому-то это нужен стат, кому-то не нужен И вы эту шмотку думаете, куда же отдать Да, и вот эта шмотка, которую я долго не точил Потому что, ну, куда она? Обычно вот в атакующий сет Ты хочешь вот именно не просто там крит дэмэдж Просто крит дэмэдж, а крит дэмэдж, крит шанс, атаку Вот всего и побольше А эффективность, ну, это такой бонус дополнительный Потому что, ну, кому-то он там, может быть, иногда пригодится Но это не мейн стат, так скажем, для атакующего сета А тут вот как раз нужен и эффективность А скорость не нужна Ну, и крит дэмэджа достаточно много И шмотка зашла, как влитая Да И, опять же, это Это синергия контента с системой шмота Да В геншине этого я ничего не вижу Потому что, ну, о чем Какие я должен здесь статы менеджментить Здесь есть менеджмент, зависимость там Кривая Идеально эталонного урона От пропорций крит шанса С крит дэмэджа, с атакой Но это все, опять же Больше циферок, меньше циферок Это не ощущается, как О, блин, вот это нифига себе Не ощущается, как О, вот эта шмотка Вот на этом персонаже супер идеальна А вот на том персонаже она не работает Потому что, ну, атакующие персонажи Они просто атакующие персонажи Им всем нужно как Одному, да Абсолютно одно и то же практически Крит шанс, крит дэмэдж, атака Крит шанс, крит дэмэдж, атака Ну, и стихийный свой урон Крит шанс, крит дэмэдж, атака Атака, крит шанс, крит дэмэдж Им всем это одинаково нужно И практически в одинаковых пропорциях Нет такого, что вот этому персонажу Нужно там прям миллион крит-дэмэджа Потому что потому, а вот этому наоборот Нужно там прям миллион крит-шанса Потому что потому, да Практически этого здесь нет Всем примерно нужно просто всего и побольше И как бы и забейться Понятное дело, что в Epic Seven тоже дамагерам нужно всего и побольше Но, опять же Есть более специфичные персонажи Есть более специфичные сборки персонажей Да, если там Опять же, если говорить о той же Виверне Вы можете играть через Фуриуса Который дает там, по-моему, 50% крит-шанса И вы не собираете крит-шанс в эту пати Да, то есть, ну, а смысл мне Как бы одевать там крит-шанс Если я 50% бафа с персонажа буду иметь 100% времени, да Я его не одеваю, но это приводит к тому, что Возьми персонажа в другую контент И он не будет там работать, потому что Он завязан на работе вот в этой конкретной пати И это еще один слой, да Как я уже сказал Персонаж может быть мультизадачный Он может использоваться в разных местах Но в разных местах он может быть Он будет, может требовать Разный шмот под себя Да, то есть вы его собрали вот Работать в одной определенной патике И он не будет работать в другой Или вы собрали его под ПВЕ Под какие-то требования, да А в ПВП вы бы собрали ему другие немножко статы С другим приоритетом Да, там, больше скорости Например, в ПВЕ вам не нужна скорость Вот вам нужно там 170 скорости И все Выше не надо А то и вообще вредно А в ПВП, наоборот, вы хотели бы там 250 скорости на этом персонаже И вы можете одеть его либо туда, либо туда А просто перекинуть шмот вы тоже не можете Я это объяснил И вы думаете, как же одеть? Куда одеть? Почему одеть? Да, и как я уже сказал Это не просто ноу-брейн Вы закинули шмотку Вы выбили лучшую шмотку И нацепили на персонажа Потому что персонаж может Быть завязан на каких-то определенных требованиях Например, в огненной экспедиции У меня вот луна и там танк Они завязаны на то, что им нужно 170 скорости Обычно чем больше скорости, тем лучше Но здесь вот вообще нельзя Ни в коем случае больше 170 Мне нужно жестко, чтобы персонажи сходили После первого хода босса Сходят до Босс не убьется Не отработает механика его То есть Вот в ПВП хочу больше А здесь нельзя И, соответственно Ну, так как луна у меня Одета специально под этого босса Мне это не напрягает Но бывают ситуации, когда Вот действительно у тебя персонаж работает И там, и там Но при этом Ты не можешь Одеть ему просто лучший шмот Он перестанет работать в пате Например, у меня такое было С Чарльзом на баньши То есть вот я Затюнил Чарльза под баньшу Вот прям вот идеально под баньшу Чтобы он Вот наносил там Те самые 30 тысяч урона Чтобы он там Ваншотил первую пачку Но в ПВП это не самая идеальная сборка В ПВП я мог бы отдать Самый лучший шмот Который у меня даже есть Но не могу Потому что он перестанет работать Там, где он работает Чувствуется, да То есть можно говорить Да это геморрой Фу, скучно Но так в этом и прекрасно Менеджмент шмота, да Нужно думать У тебя есть много Вот этих микромоментов И нюансов Которые тебе нужно Как-то обыграть Принять какие-то определенные решения Что ты хочешь в данный момент Хочу я сделать так Или и так Одеть этого персонажа Под одно Или под другое Какую пати я хочу собрать Каких персонажей Например Опять же Могу скомбинировать И будут ли они работать Где-то еще В том шмоте Который я хочу им отдать Или не будут Это вот Сложности Которые Обыгрывать Которые Увлекательно В геншине Я этого не вижу Да Как я уже сказал Здесь просто все одевается Тупо в статы Ну в урон Как я уже сказал Разделить можно на два класса Это мейн дамагера И все остальные И тут даже Мейн дамагеров Одевать не интересно Потому что Здесь нет вариативности статов Самих статов Здесь меньше Здесь нет никакого Эффективности Здесь нет никакой Скорости Здесь просто Вот именно Дамаг По сути дела Это крит шанс Крит дэвэдж Атака И до свидания И нельзя сказать Что вот А этого дамагера Я одеваю так Другого эдак Я их всех Одинаково одеваю Но отличаться может Как я уже сказал Какой-то стихийный урон Да Один там Фигачий например Электро уроном Понятное дело Что я ему Электро сет одену Но с теми же самыми Статами Атака Крит дамаг Крит шанс Другой там Дамажит криу И я ему то же самое Одену Но только криу сета И Здесь еще один Кстати момент Это не особая Универсальность Шмоты в геншине Потому что В эпик севане Шмот он Универсальный То есть есть спид сет Там атак сет Да Там дистрактив сет И Он работает Словно говоря сета Абсолютно одинаково На всех персонажей Я бы даже более сказал То есть Суть в том Что не какой сет Ты одеваешь на персонажа А в том Какие статы Он тебе дает То есть Например Тебе нужно много скорости Ты одеваешь спид сет Плюс какой-то еще сет Тебе остается Но Можно например Там увидеть какие-нибудь ролики Где чел Одевает на персонажа Три Крит сета Например Или хит сет И два крит сета Или два хит сета И крит сет Это такой Блин Ну так же никто не делает Ну точнее делают Но Ты просто привык Всегда одевать Начинать именно Спид сет Плюс что-то еще Спид сет Плюс что-то еще А тут чел Просто три добавочных Сета То есть сеты там идут Какие-то четыре шмотки требуют Какие-то две шмотки требуют Соответственно Ну два сета По четыре вы не оденете Вы можете одеть только Четыре плюс два Ну или вы можете одеть Два плюс два плюс два Вот, и Чилл одевает 2 плюс 2 плюс 2 И ты такой, блин, ну так же особо Не особо, а смотришь по статам А в общем-то у него все то же самое, что и нужно Он добился сетами Можно одеть шмотку в сломанные сеты Да, то есть Когда у тебя есть прям очень сильные шмотки Но вот нет у тебя сета Да, они не складываются Ты одеваешь сломанный сет, потому что ты тупо выгоднее В конечном счете, да, тебе нужно набрать Определенное состояние Персонажа, определенную скорость Определенный там Крит шанс, определенный крит дэмэдж Да, чтобы он выполнял какую-то свою функцию Или наоборот не выполнял Вот, опять же Крит шанс более, я бы сказал Зависим в Эпик 7, точнее персонаж более зависим От крит шанса, потому что Вот, как я уже сказал, например, тебе нужно Ваншотнуть пачку первую И ты не можешь собрать, ой, ну я там соберу там 60% крит шанса, не страшно, да Ну подумаешь, будет поменьше урона, нет Нет, просто у тебя персонаж будет не критовать по какому-то там 3 моба Два убились, по одному крит не прошел Все, забей Босс, бег Тьфу ты поничь, я уже заговариваюсь Ну короче, забег Просран Так же, как и С ваншот пати, да, то есть Вот мне нужно, чтобы персонаж всегда критовал Не критуют, забей То есть мне нужно 85% крит шанса и вот хоть треснется Да И чем меньше будет, тем больше у меня будет бракованных забегов В геншине это не чувствуется, потому что, ну, будет меньше урона чуть-чуть Страшно-то как Вот Поэтому в Эпик 7 шмот универсальный И вы можете его абсолютно по-разному скомбинировать В этом-то и прикол, да То есть какая-то шмотка может выглядеть очень замечательно И кому-то зайти идеально Да, вот там у него очень много крит шанса Прям, ну, сумма статов очень огромная, но с перевесом в крит шанс В то время, как там атаки и крит дэмэджа мало дает И вот ты собрал какого-то персонажа У него не добор крит шанса, а прям вообще лютейший И ему эта шмотка идеальна А у другого персонажа и так много крит шанса И ему не нужен этот сверх крит шанс От того, что я в геншине соберу просто чуть больше крит шанса Ну, будет не идеальный урон, да, но толку Ну, я особо не потеряю прям так качественно и существенно А если я соберу там 120, ну, там больше 120 не покажет Да, ну, условно говоря, у меня уже показывает потолок 100 крит шанса А я одену шмотку, который еще двадцатку сверху даст Это просто будет ноль на самом деле, да, и я вообще с этого ничего не получу Это бессмысленно, да, и я уже объяснил, почему в эпике Нужно грамотно менеджментить статы, да Патя может работать, может не работать В зависимости от того, как она одета Да, то есть это не просто чуть больше урона, чуть меньше урона Так же, как и в PvP Ну, понятное дело, что там у кого больше что-то выиграл Но вот эти вот как раз-таки недобор там каких-то Пяти там тысяч урона может сыграть злую шутку Вы не добили там противника, он там на десяти хп остался Все, вы проиграли бой в итоге, да И вы хотите прям замаксить какой-то стат А так как возможности замакшивания у вас ограничены Вы, естественно, не хотите одевать шмотку, который вам дает двадцать бесполезных статов Вы начинаете думать, что же мне одеть Вот, у меня еще тут аргумент какой-то прометнуло Я его забыл, сейчас попробую, ребята, вспомнить Народ, это как раз-таки следующий пункт Почему в эпике все работает красиво, в геншине не работает Ввиду того, что шмот более универсальный в эпике Он может быть хорошим по-разному Ну, то есть, смотрите, вот выпал вам шмот Ну, например, я уже говорил о шмотке там с обычного рейда Да, который дает хп, дефенс, скорость и грит шанс Четыре стата Это нагрудник, в нагруднике не может быть крит демеджа Ой, не может быть атаки Крит демедж может быть То есть для дамагера, по сути дела, в теле только два полезных стата может быть Ну, не считая скорость и эффективность Да, ну, если мы говорим прямо о дамагере-дамагере Только крит шанс и крит демедж Причем крит шанс ценится чуть-чуть не меньше Потому что есть сеты, которые его повышают Да, и ты их можешь просто докинуть крит шанса себе А выше какого-то капа ты все равно не можешь, ну, собирать его Потому что, ну, просто граница, больше ста не может быть Вот, и поэтому у тебя уже есть на шмотках хороший Ну, есть хороший шмот, у тебя есть в нем крит шанс Ну, чуть-чуть, да, как правило, размазываются же проки И ты оставляешь как раз таки хорошие Где у тебя там сумма, ну, субстаты хорошие Да, у тебя есть там атака, крит шанс, крит демедж Ты такой, а, вот этот шмот хороший, ты начинаешь ее точить Проки размазались, да Берешь другую шмотку, тоже на ней есть там крит шанс, крит демедж Проки размазались Ты не берешь там шмотку, в ней какой-то мусор, мусор, мусор и крит-дэмэдж, и начинаешь точить в надежде, что сейчас там все в крит-дэмэдж идет. Потому что, ну, шмота нужно много, заточек мало, и заниматься этим бредовым такой штукой. В геншине этим можно заниматься. Вот. Опять же, почему это менее интересно гораздо, потому что минмаксерство здесь куда более казуальное. Вот так вот. Шмотка может быть с хорошим по-разному. Ну, то есть, вы подаете тебе такая шмотка, которая, ну, вот непонятно, кому ее отдать. В ней, например, есть атака, хп, давайте возьмем такой пример. Хп эффективно спид, крит-дэмэдж. Вот для кого эту шмотку? Для дамагера, для брузера, для саппорта, ну, хп, ну, спидсет берем, да, который работает абсолютно на всех персонажей, в принципе. Нельзя по ней сказать, вот по базе, кому эта шмотка может зайти. И у тебя остается азарт от того, как она заточится. Потому что если сейчас все уйдет в хп, это будет идеальная шмотка для танка. Потому что, ну, опять же, танки разные бывают. Кому-то нужен эффективно, кому-то нет. И, например, там, взять какой-нибудь фоун Сесилию, ей нужен эффектность, потому что она таунтит скилла. Если таунт не проходит, ну, эффективность персонажа значительно падает. Не то, чтобы ты хочешь ей собрать многое, ну, точнее, не то, чтобы ты упарываешься по эффектности у ней, но иметь его бонусом очень приятно. И у тебя затачивается, там, плюс 40% хп в этой шмотке, и бонусом идет эффектность, чуть-чуть скорости, но на крит-дэмэдж можно забить, потому что и так сумма вот этих полезных статов уже хорошая. Ты ее отдаешь танку. Может заточиться в корне по-другому. Все идет в эффектность. Ну, да, вроде бы я только что сказал, фоун Сесилия, он пойдет, но как бы ей танчить надо. Эффектность эффектность, но если она не живет, то толку с ее эффектность. Но это получается идеальная шмотка для персонажа, которому нужен эффектность. Там, персонаж, которому нужен 115 эффектность. Есть такие, да, сейчас благодаря экспедициям. Тебе не нужен хп на персонажа, тебе там, например, опять же, ты выполнил требования скорости, вот нужна была там определенная планка, там 100, там 70 скорость. Все, ты ее набрал, окей, дальше нужно 115 эффектность. И ты такой, о, а эта шмотка-то идеальная, она там дает 30 эффектность. Чпок одел. Она может заточиться в скорость, ну это идеал, все мечтают о шмоте на скорость. Да, заточилась там на 20 скорости. Ну, это зайдет всем. На самом деле нет, это зайдет ПВПшникам, которые должны сходить первыми. Да, первый ход это приоритет. Вокруг этого многое крутится. Даже если у тебя на 5 скорости меньше, чем оппонента, и у вас обе пачки завязаны на то, что кто сходил первый, тот и выиграл. В общем-то, первый ход все определил. Столкнулись, ты сходил вторым, проиграл сам. До свидания. Да, эти 5 скорости могут в корне поменять результат боя. Да, заточился на скорость, ты вообще там до потолка прыгаешь. Все мечтают о шмоте на скорость. Может заточиться в крит-дамедж, и тогда это будет, опять же, хорошая шмотка на дамагера. Ну, опять же, кому, в принципе, может пригодиться за эффектность, или, может быть, там затачиваться на 30 крит-дамедж, и ты такой, ну, это 30 и так полезных статов, мне вообще пофиг, что там все остальное дает. Да, то есть они пользы не приносят, но мне нужно уважно вот эти 30 крит-дамеджа взять в эту шмотку. Можешь просто размазаться, и ты такой, ну, блин, ни туда, ни сюда. Да, одна и та же шмотка, а как в корне она может по-разному в итоге себя проявить? Да, то есть, выпили статы одинаковые, но результат может быть совершенно разный. Может, кстати, заточиться вообще дерьмово, минимальные проки будут. Ну, то же самое есть в геншине, да, тоже могут быть минимальные проки, и шмотка хорошая по базе, может заточиться просто плохо, как бы, это пофиг. Но, опять же, в геншине нет вот этого ощущения, что вот я сейчас выбил шмотку, и, о боже, как она может заточиться, на кого же я ее потом одену? Нет, вот выпала мне там шмотка, да, вот вчера мне с босса, с викиком выпала, у меня он не заточенный должен быть, точно рыжий, вот ты что ли? Вон, да, цветок, восстановление энергии, силы атаки, был шанс крита, и крит урон вот роллился на плюс 4, на плюс 8, роллился, по-моему, сила атаки, на 12, вот восстановление энергии, выпала топчик. Ну, и как бы, вот, увеличивает сила атаки, о чем я и говорю? У меня нет азарта от того, как же, как же эта шмотка вдруг заточится, как у меня в корне поменяется представление об этой шмотке. Заточится в силу атаки, окей, будет больше атаки, заточится в крит урон, окей, будет больше крит урона, ну, будет больше урона, заточится в крит шанс, окей, будет больше урона. Вау, какое разнообразие-то, как в корне меняется ощущение от шмотки, вы чувствуете, да, будет больше урона из-за того, что у меня больше атаки, или у меня будет больше урона из-за того, что у меня больше крит демеджа? Ну да, я уже сказал, там нужно баланситься Сочетание шанса с кредемджием с атакой Но от после системы с Epic 7, которую я вам только что описал Все это выглядит абсолютно детским садиком И ужасной примитивностью и скучностью Ввиду того, что это не несет какого-то критически решительного переворота Для ощущения от персонажа Что вот, блин, у него там на тысячу урона меньше сейчас И он вот не ощущается, да, не работает персонаж Вот сейчас тысячу урона докину и все, персонаж засиял Вот этого нету, да Все сводится к тому, что больше урона, меньше урона Больше, меньше И все Мы не собираем никакую там скорость, эффективность Как я уже сказал, условно я делю персонажей на два класса Это дамагеры и все остальные И вот есть такой штат, как восстановление энергии Он нужен всем остальным Ну потому что чем быстрее они заряжают свою ульту Тем, ну как бы, они полезнее, собственно Потому что они появляются только для того, чтобы нажать свою ульту Ну и вот, как бы, шмот с восстановлением энергии Вы можете всем остальным отдать Но им тоже, на самом деле, нужен тот же самый крит шанс Крит дэмэдж и вот это все Что наиболее скучно На самом деле, нагляднее всего это будет посмотреть Вот на такой табличке, которую я начал делать Но что-то подзабил Потому что я говорю, памяти нет Я могу забыть, что происходило пять минут назад Я не могу, блин, запомнить там два названия Я даже вот тут подписываю переводы Хотя, казалось бы, блин, это вообще сюрпризы, да Но я постоянно затупляю А что вот это, что вот это Ну, либо нужно игру на английский переключить Я тоже это несколько раз делал Потом такой, блин, ну переключу обратно на русский Окей, просто привык уже Потому что все гайды, все смотришь на английском Вот такой, там Noblesse oblige вот этот Или, не знаю, как там oblige читается Я такой, блин, ну это сет, который все одевают И вот, и все И не всплывает, да Ну, как бы, это запоминается за полдня За пять минут должно, а у меня в итоге за несколько месяцев И то я постоянно забываю Так вот, я перекопировал в Википедии Да, что говорят Хотел по всем персонажам, которым я, в принципе, в теории могу собрать Это одеть, чтобы лучше понимать, какие статы куда делать Вот, но эта же табличка наглядно показывает Насколько одинаково собираются персонажи Если посмотреть, вот, да Ну, есть два билда То есть, main, sub Ну, burst, burst sub это тоже просто sub Да, main sub, main sub Вот Соответственно, sub можно поделить на просто саппорты И, там, damage саппорта Что мы собираем? Атака, хп, причем не знаю, зачем хп Вроде от хп ничего не скейлиться Можно просто, чтобы не сдыхать Да, атака, energy recharge Ну, sub DPS, что я говорю, правильно Чтобы чаще нажимать ультовать Нужен на energy recharge Хп, в принципе, тоже можно надеть Потому что, ну, как бы Атака не так критична Опять же, нужна атака Ну, моно собирается То есть, есть персонажи, которые собираются в стихийку Да, их не очень много Но, по сути дела, опять же Стихийка и стихийка Опять же, если смотреть по сетам Гладиатор, рыцарь крови Да, тут гладиатор, берсерк Но здесь другой То есть, это разные, да, персонажи Здесь, ну, в принципе, тоже есть сборка Через гладиатор Опять же, берешь два гладиатора Две, там, глубины Два ансамбля Или две знати Да, гладиаторы Вот, атака на атаку И здесь у тебя будет гоблит, например На атаку, на атаку И вот ты сможешь смело перекидывать Этот сет между этими персонажами Он будет работать там, вот там Опять же, возьмите здесь Опять, что у нас Атака, ричарджа, е-мастери То же самое мы видим, да И опять же, гладиатор, ведьма Знать Так же знать, как и вот здесь, например Ну, здесь четыре, она должна работать Например, здесь, опять же Ричардж мастери Опять же, наверное, не урон Это замородная тень Но это персонаж, который вот прям На этом сете сидит Он на других не сидит Ему нужен просто этот сет И ты выбиваешь вот этот вот Дерьмовый сет Который нахрен тебе нигде не нужен Только для одного персонажа Из-за того, что персонажей в принципе В игре очень мало Сеты вот такие специализированные Они просто заложены практически На одного персонажа Или там на двух И ты особо никуда это не перекинешь Он у тебя в итоге То есть ты захочешь поиграть Каким-то другим персонажем И вот этот сет Который ты его собирал Он вап-вап-вап Оказывается, за пределом одного персонажа Ничего не представляет из себя Это просто тыква Что еще Ухудшает впечатление Опять же, от шматизма Но это исправляется Гораздо большим количеством персонажей Прямо только в том, что Гораздо больше пул персонажей Не особо доступен игроку В принципе В риту-плейшику Учитывая супер-парашные шансы На выпадение персонажей Это отдельная тема разговоров Которую я уже мусорил На самом деле Да В эпике у тебя много персонажей И шмот более универсальный И нет такого, что Ты выбрал хорошую шмотку И она все там Вот тут работает И больше нигде никогда не сработает Такое, конечно, бывает Но На самом деле Это прям совсем редкость Да Здесь вот Чисто вот Хочешь одеть сахарозу Иди трочи Вот этот тандемный сет Который ты больше Никуда не денешь Ну Просто нету персонажей Которые бы вот Чего-то с него прям профитили Ну или по крайней мере У меня нету А это означает Практически санимично Что какая разница Потому что Скорее всего Я никогда не получу В ближайшие там Пять тысяч лет Персонажа Который получит выгоду С этого сета Сет будет вот просто Золочен здесь и все На пожизненном Возьмите чугуна Опять, что у нас здесь Мы видим атака Речардж Да Атака криту Крио дэмэдж Тут опять Атака Критрейт Крит дэмэдж Критрейт Крит дэмэдж Атака Ну почему опять же ХП мейн Боя идея делает Толком фиг знает Ну может быть в этом Есть какой-то смысл Ну опять же Атака критрейт Крит дэмэдж Критрейт Крит дэмэдж Атака Атака Здесь Ну метель Понятное дело На криво дэмэдж Гладиатор Все тот же самый Ну или 4 метеля Прежде всего есть Да Два этих Гладиатор Один раз его собрал Ну ладно Два комплекта Собрал Чтобы одеть Один на майна Другого на соба И все И вот их Окей Сейчас мне нужен чугун Отдел ему Чтобы не дрочить 4 метели Зачем мне этим дерьмом Заниматься Отдел ему там 2 метели 2 гладиатора Он в общем-то Свое дело сделает Ну там Может быть не так эффективно Но мне какая разница Я там Ну на 20 секунд Босса дольше буду пинать Вообще забейте Все Дальше мне не нужен чугун Пошел каким-то другим персонажем Выкинул с него этот шмот Отдел к кому-то другому Те же самые там 2 гладиатора Плюс там Например 2 ведьма Все Персонаж свое дело сделал Пошел дальше Да То есть вот я пошел там На ледяного цветка Взял там вот Ксян Линг В саппорты Пошел На огненного цветка Пошел Чугуна Отдел саппорта Поменял 2 шмотки Да Все эти шмотки Вот гладиаторы Они абсолютно одинаковые Вот атака Атака Средчардж Средчардж Да Опять же вот гоблит Что здесь на атаку Что здесь на атаку Критрейт Крит дэмэдж Сапп статы Тоже можно увидеть В этой табличке Одеваются максимально одинаково Практически Атака 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 Всем практически Ок Критрейт Крит дэмэдж Критрейт Крит дэмэдж Каким-то персонажам Мастери И в саппортах Чаще встречаются Энерджи ричардж Вот эта табличка Ну понятное дело Что чуть больше вариативности будет Если посмотреть на больше Пул персонажей Но в целом Все крутится вокруг Вот этого Оно максимально Одноблок И максимально Однообразно И ну не идет Ни в какое сравнение Системы шмотов В Epic 7 Да Понятное дело Что опять же Там дамагерам Ты одеваешь дамаг Вот это все Но я вам уже Описал Почему есть нюансы Почему ты не просто Закидываешь максимально Лучший шмот на персонажа Почему ты не собираешь Просто одну Эталонную шмот Ко все остальное Тебе не нужно И получается так Что тебе нужно Много разного шмота Тебе нужно Чтобы этот шмот Находился в каком-то Определенном балансе Да В каком-то определенном состоянии Вот чтобы этого Не сильно больше Вот этого определенного Числа Поэтому ты не можешь Просто как правило Заменить одну шмотку Тебе придется Менять другую шмотку Более того Опять же Ты не можешь просто Вот пойти Снять другого персонажа Эту шмотку Потому что Тому персонажу Нужно будет тоже Что-то одеть И у тебя переодевка Именно как правило Это такая вот Каскад вызывает Да Вот шмотка Выбил замечательную шмотку Хочу впиндюрить Вот этого персонажа Да Вот чтобы он получше был Впиндюрив его Но другой стат Куда-то вылазит Да Или недобор стата Получается Вот там Было нормально Там 85 крит шанса И талон Да Нужный Стало 70 Плохо Да Статов в среднем Стало больше Но крит шанса Не добирается Все Персонаж Ну не работает Условно говоря Да Мне нужно 85 Есть шикарнейший шмотка Которая тоже Сюда зайдет Но она вот На каком-то персонажа Уже одета Ты ее оттуда снял Но тому персонажу Тоже нужно что-то одеть Ну ему например Столько крит шанса Не нужно То есть там было 20 Те здесь как раз Условно говоря 20 нужно А тому в общем-то Если будет 15 Ничего страшного Да Это такой Нужно найти шмотку С 15 крит шанса Она тоже есть Вот на каком-то персонаже Но блин Если я ее сейчас Оттуда сниму Ему нужно будет Что-то отдать А потом Отлично Есть подходящая шмотка Но она в другом слоте Это вообще постоянно Да То есть Уже на втором На первом персонаже У тебя это возникнет То есть Есть нужная шмотка С нужными статами Но в другой слот И на другом персонаже И пошло-поехало И вот ты сидишь Такой И менеджментишь Вот эту Всю батью Переодеваешь Как я уже сказал Для тупеньких Для ленивых И для казуалов Это наоборот Геморрой Фу Говно И ты чё Для тех Кого Голова работает лучше Это замечательно То есть Здесь я бы сравнил Как например Шашки и шахматы Да То есть Для тупых Шахматы Они недоступны Им прикольнее в шашки Поверять Потому что Здесь все понятно Сел сразу Все И сразу выигрываешь Что-то двигаешь Все понятно А в шахматах Там нужны ходы Гамбиты Разыгрывать Связки Тоже свои Да Определённые Просчитывать на много ходов Варианты Как может сходить Оппонент Это сложно Геморрой И тебя просто будут дрючить И веселья у тебя Никого не будет Потому что на лоло Не поделаешь ничего Да А в шашках В принципе Ты подвигал И нормался Да Поэтому Ожидать от того Что тупые люди Будут фанатеть Допустим От шахмат Больше чем от шашек Это абсурдно Такая здесь И здесь ситуация Да Эпик он слишком сложный Как Не забавно бы это звучало Но для вот гачи Да Он сложный У него есть определённый порог вхождения Как и по казуальности Так и по вашим способностям Интеллектуальным Если вы их не добираете То Вот все плюсы Которые я рассказывал Они будут минусами Потому что это будет сложно Геморройно Скучно Дрюч И более того Вы Как тупой человек Будете Хреновей Менеджмент Это ваш мод Соответственно У вас будет казаться Что контент Слишком сложный Вы не можете С ним справиться Вас везде дрючат И вы будете считать Что это игра говно А на самом деле Это не игра говно А ты тупой Вот Но так как мы знаем Что Основной информационный Шум и фон Создают именно тупые люди Так как они Своим Ну Есть же прокурорка Пустая торба Громче шумит Да умный человек Тысячу раз подумает Прежде чем рассказывает Своё мнение Потому что он будет подумать Нужно ли это кому-то мнение Не нужно Да И так далее И так далее Как его сформулировать Как донести мысль В общем И в итоге подумает Что нафиг оно мне надо А тупом человек Вообще настратил Он просто выстрел Своё охренительное мнение И считает Что вот оно всем нужно И вообще И вот на каждом шагу Он этим занимается Оно у него само лезет Да Есть такая Закономерность Вот поэтому Именно тупые Такие вот Челюки Они создают Максимальный информационный фон И поэтому Если твоя игра Не нравится Хлебушкам И додикам То Информационный фон Вокруг неё Будет негативный И наоборот Если он нравится Дебилам То информационный фон Будет наоборот Положительный Такая вот и ботва У нас собственно С геншином И эпик 7 То есть Несмотря на то Что эпик 7 Является в общем-то Лучшей Гачи То есть Я не говорю Что в нём Нет недостатков Нету там Шероховатости Что там Прямо Мега Фри-то-плей Френдли То есть Он вполне До определенной Планки Фри-то-плей Френдли Но дальше Там будет Дальше Какого-то Определенного порога Это Донат Зона Но в целом Опять же От того Что вы Зайдёте в эту Донат-зону В корне Ваши ощущения От игры На самом деле Не будет меняться Да Потому что Если вы не можете Получать удовольствие До этого порога То и дальше Вам скорее всего Делать нечего Там определенная Философия конечно Но Это Тема отдельных разговоров Которые я уже проводил Вот Поэтому собственно Эпик 7 Много где не любят Да За систему шмота За все вот это За много 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 Разные Хотя я Опять же Записывал определенные ролики Где доказывал Что вот эти вот Самые наверное Гарные аргументы Против игры На самом деле Является ничем О ним Как тупостью И невежеством Да Именно от того Что люди просто Не думали И не думают Почему на самом деле Вот То что они говорят Это не минус А плюс Это Неотъемлемая часть Экосистемы Благодаря которой Вот все работает Так как оно работает Все находится на своих местах И наоборот Вот в геншине Оно Предельно казуально Да То есть Да Тут вроде бы Есть какие-то Сабстаты Статы Разные сеты Но все это выглядит Максимально Неуниверсально Максимально Неинтересно Максимально Немногомерно Максимально Примитивно То есть Да Кто-то горит Что там Не ролится Да Тут нормальную шмотку Нужно Чтобы она тебе выпала Это там Раз в месяц Как челы говорят Потому что Ну тебе нужно Нужно Чтобы выпала Там атака Креддаймэш Кредшанс Атака Креддаймэш Кредшанс В общем-то Саппорты Тоже одеваются В ту же самую Атаку Креддаймэш Кредшанс Потому что Здесь нет Саппорт Каких-то Статов И все Саппорты Практически Они на самом деле Тоже завязаны На атаке Креддаймэдж Кредшанс Что великолепно Просто Я считаю Ну ладно На самом деле От элементальной Мастери Они еще Зависят Да Если у тебя там Скелец Какой-нибудь Бирст урон Или еще Что-нибудь Но По сути дела Ты делаешь Все одно и то же Ты собираешь Примерно И Вроде бы Да Это Доступнее Казалось бы Вау Как круто Здесь же Учтены Недостатки Да А по факту Выграть в это Тупо скучно Я не получаю Никого удовольствия От шматизма В геншине Я Много раз говорил Почему Потому что Я не ощущаю Что вот Я сейчас одену Там дополнительные Креддаймэджи Там Креддаймэджи И вот Вау Как сейчас Корни все поменялось Что Ооо Персонаж заиграл Да Ощущается просто Персонаж стал Больше наносить урона Больше наносить урона Стал персонаж О Как разнообразно Шмот И как-то по-другому Я не могу Одеть персонажа Опять же В эпике Вы можете По-разному Одевать персонажей Даже одного Персонажа Можно одеть по-разному Больше в атаку Больше в брузера И так далее Не всех Конечно же Не всех Но есть персонажи Которые имеют Несколько вариантов сборок И эти разные варианты сборок Действительно будут Ищутся по-разному Здесь единственное Различие Ну это ты Одеваешь в мейн Персонажи Да Либо в саппорта Отличие Саппорту Нужно Энерджер Энерджер Ричардж Как правило Ну вот И учитывая Все-все-все прочие Нюансы Которые я озвучил Это не вызывает Какого-то Вау Ажиотажа И того что Система Мне кажется Очень увлекательной И прям интересной Действительно Это Сравнивая Вот эти две системы Я вижу Как одна система Полноценная Здоровая Сильная Глубокая Насыщенная И Скудная Примитивная Поделка На тему Которая Ну вот Абсолютно Неблизко Не стоит Хотя Глядя на них В общих чертах Вроде бы Одно и то же Сеты Статы Сабстаты Роллы И вот это все А на деле Разберись И видишь Катастрофическо Огроменнейшую разницу Более того В Евгеншине Тут на пеках же Существует А на пеках Есть такие игры Как например Passive Exile И сравнение Допустим Системы шматизма В Passive Exile И в Евгеншине Сравнивать космический корабль Который летит на Марс С Дрявым Ржавым ведром В котором вы Навоз Из курятников Выносите Настолько Это несозмиримая Веща Да Поэтому я не стал Естественно сравнивать Например с Плэй А сравнил С Хотя бы В том же классе Весовом Ну точнее Хотя не знаю Как это правильно сказать Ну в общем-то Хотя бы в той же Плоскости Находящемся Проекте Да Эпик 7 Более-менее Мобильный Да Что тут Вроде бы я рассказал Плюс-минус Наверное не все Что хотел Но большую часть Точно изложил Да Надеюсь я смог Донести до вас Мысль Почему Но вот Геншин Он не вау Вообще ни разу Нигде Да Я много раз Говорил Что это игра Вот в которой Нет здорового места Ты куда нет к ней Везде какое-то больное место Везде какая-то хрень Казуальность Так себе Решение Посредственность И так далее И тому подобное И если вот За шматизмом говорить Эпик 7 Ваш выбор Это эталон Он гораздо интереснее Чем вот Геншин И закончил Наверное я такой фразой Был комментарий Где человек говорит Типа Вот Серега Ты рассказывал Насколько Какой там Экстаз у тебя вызывает Система шмота В эпике И я прочувствовал То же самое Поиграв в Геншин И мне вот больно было Читать такой комментарий Потому что Знаете Это выглядит как Ты пытаешься людям Объясняет Что ребят Смотрите Вот есть замечательный торт Просто произведение искусства Ребят Лучше Ты вот объясняешь Пытаешься донести Какой он тебя экстаз вызывает А потом ты читаешь Комментарии о том Где чувак говорит Вот Серега Помнишь Рассказывал У тебя тот торт Экстаз вызывал Я вот кучу говна Навернул И вдруг понял Что о каком экстазе Ты говорил Да Это еще нужно делать Вот с таким хрюкнем Я вот Кучу говна навернул Понял О каком экстазе Это решило Да И тебе становится Печально от этого Потому что ну Тупым людям Говноеды Получают экстаз от говна В то время как Наоборот Хорошие Да Великолепные штуки У них вызывают Оторжение Ну В мире идиотизма Все вывернуто Наизнанку Да А именно в таком мире Мы и живем Да В абсолютной антиутопии И все вокруг этого Вертится Поэтому и в конечном счете Как эволюция Жанра Гачи Мы получаем Вот такое недоразумение Как геншин инпакт Да И не просто вот такое Недоразумение А более того Оно входит вдруг в топы Зарабатывает миллиард За полгода И вот это все Да Хотя Рубля не стоит Да Потому что ну блин Все плюсы Номинальные Которые в игре Можно найти И все ее Уникальные черты Разбиваются просто Оскалы Вот И сегодня Я вам рассказал О такой вещи Как шмот И почему Система шмота Выглядит В игре Ну не сказать Что отвратительно Да Но она выглядит Просто максимально По детскому Да Это вот После эпика Это как Вот в детский садик Я пришел И И такой Блин И вот вы с этого Фанатейца И вот это вот Вы считаете Прикольной системой шмот Серьезно Да То есть Да здесь все хуже Да Оно все хуже Все примитивнее Алло В чем развитие В чем В чем Почему Вот Просто У тебя слов нет Да Потому что Ты такое не понимаешь Есть лучший В разы Лучший вариант Чего вы не играете-то Да Чего вам там не нравится Но не играется Я уже тоже объяснил Почему Ладно Давайте на этом будем заканчивать Я просто думал Может быть еще что-то не описал Но вроде бы описал все Понятное дело Что в конечном счете Ребят Все это пустой звук Мои слова Почему Потому что Эти различия И возможно их гораздо больше Их надо прочувствовать И если Человек не может прочувствовать Почему вот там хорошо А здесь параша Мне что-либо доказывать Совершенно бесполезно Да Это как глухому О музыке рассказывать То есть можно говорить Много что-то там такая-то Есть вот здесь-то такая-то А здесь эдак А вот это воспринимается так А вот это сяк Но если человек сам Не может это прочувствовать Это бесполезно Для него не дойдет ничего И буду я распинаться Час-два-десять Все это будет разбиваться Гениальнейшие аргументы Ну ты просто фанбой Эпик Севена Вот казалось бы Привозишь аргументы Там Анализ Сравнение В общем полноценную Интеллектуальную деятельность Такую прям Научную работу Фактически Заканчивают И все это смывается Унитаз обычной Тупой Ничего не значащей Фразой Да То есть Без каких-то Контраргументов Без всего чего-то Просто ну ты фанбой То есть навешивание Такое примитивное Навешивание ярлыка Который Челу кажется Что О Это оправдание Да Или о Это аргумент Ну сами понимаете Тупым людям Главное найти Предлог По которому Вот все то что я рассказал На самом деле Ничего не значит Да Это единственное Как бы Что срабатывает В мозгах Да Они тратят сил Не на то чтобы Осмыслить Что им пытались донести А найти Предлог Чтобы остаться В своем домике Что нет Геншин это замечательная игра Автор просто дурачок И Какой предлог Для этого будет Абсолютно неважно Ой да все это Субъективно Какие-то Конструктивные Контурагменты Зачем Не этого Автор Ну это же просто Твое мнение Ну ты просто Фанат Апексевена Или Ну ты просто Не понял игру Или Ну в эпохе Да Предлог любой Можно назвать Ни один из них Ничего не значит Потому что Именно вы просто Предлог Отказаться Слушать Что тебе пытались Объясниться И эта Непробиваемая стена Она именно что Непробиваемая И никак ее Предлагать нельзя Да Как учителя в школе Говорят Я вам свою голову Не представлю Пока вы сами Не захотите Шевелить извилинами Что-то понимать Что-то осмыслять Начинать смотреть На вещи С какой-то другой Для вас точки зрения Да Чтобы расширять Свой кругозор За вас Это никто не сделает Как бы Спасение утопающих Дело с вами Их утопающих Проблема только в том Что Вот именно что Когда человек утопает Он находится в зоне Дискомфорта И это стимул Чтобы что-то делать А вот идиотин Сам по себе Не является зоной дискомфорта Более того Он скорее всего Я является зоной комфорта А поэтому Идиотов устраивает Быть идиотами И ничего ты с этого Не сделаешь Вот давайте На этой ноте и закончим Это можно вообще Такой уникальный Эйнг для практически Любых моих Мыслезамеслений Использовать Как дисклеймер Но Я думаю Здесь он более чем уместен Надеюсь еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok